Привет, это Вадим, и сегодня мы с вами не будем разбирать сайты. Я не буду отвечать на ваши вопросы, а что же мы будем делать? Мы просто покодим немножко. Я давно хотел попробовать сделать прототип движка презентации Shover на веб-компонентах. Это такая технология, с которой вы каждый день не будете работать в ближайшее время, да и я, наверное, тоже. Но иногда хочется для личного опенсорса попробовать какие-то новые технологии. Я надеюсь, всем будет полезно и интересно, так что поехали. Сначала разберемся, что такое Shover. Смотрите, это промо-страничка Shover.me, отдельный лендинг именно для Shover, в котором есть тестовая презентация, такая промо, показывающая основные возможности. По умолчанию это список слайдов, но если кликнуть на один из слайдов, то вы видите один из них, нажимаете стрелкой вперед, пробел или другие клавиши, ну и передвигаетесь между слайдами. Идет прогресс-бар, ла-ла-ла, ну вот это вот все. Отдельные пункты, ну и подробнее можно почитать на GitHub. Главная фишечка Shover в том, что можно изменять размер окна и слайды будут изменяться вместе с ним. Это очень удобно. При том, что контент, он резиновый по-настоящему, то есть у него фиксированные единицы заданы, но он вместе с окном прекрасно в него вписывается, и по горизонтали, и по вертикали. А если пойти в список, то мы видим, что слайды тоже умеют адаптироваться, они могут становиться больше, меньше, ну и в общем-то даже адекватно выглядят на мобильном. Ну, в общем, да. Это, собственно, движок Shover. Так он выглядит. Но сегодня, чтобы сделать прототип, я взял и немножечко упростил все это, убрав много лишнего кода. Вы можете сами посмотреть, как устроен движок для презентации Shover, а пока у нас есть вот такой вот прототип. Здесь у нас есть три слайда. Тут на самом деле даже слайды не работают, просто раз, два, три. Они даже не кликаются, с ними ничего не происходит. Просто есть три слайда. А вообще, зачем веб-компоненты для движка презентации? Ну, это просто HTML, CSS, зачем туда еще какие-то кастомные теги, там, Shadow, DOM какой-нибудь вставлять? Ну, не очень понятно, да? Ну, во-первых, мне просто хотелось попробовать новую технологию. Это понятно. А во-вторых, я считаю, что очень полезно было бы добавить в Shover изоляцию стилей. Не в том смысле, что модули, вот это вот все, ваши вот компоненты, изоляция стилей, а чтобы внутри одного слайда можно было написать стили, которые не влияют на другие слайды. И сделать это удобно. Сейчас уже есть механизм, но можно его сделать лучше. Ну, и, кроме прочего, сделать какую-то модульность, чтобы проще и декларативнее было писать презентации. Сначала поймем, как выглядит Shover прямо сейчас. Смотрите. Ну, скажем, прототип. Открываем индекс HTML, и что мы видим? Как устроен Shover? Грубо говоря, мы подключаем какие-то файлы стилей для описания Shover целиком, отдельных слайдов и так далее. Это движок презентации. Эти вещи написал для вас я в виде темы Ribbon и Material. Внутри лежит какой-то корневой элемент. Он обычно называется Shover. Ну, здесь я его назвал DEC для простоты и для того, чтобы проще было потом перейти к веб-компонентам. Внутри лежат отдельные секшены с заголовками, у которых есть класс Slide, и там внутри какой-то контент. Slide1, Slide2, Slide3. Вот, видите, у нас отдельные секшены, и у заголовка серенького есть стили по умолчанию, а внутри слайдов вставлен текст стайл, внутри которого, опираясь на ID-шник слайда, упоминая его в селекторе, я меняю цвета заголовков. То есть ColorTomato, H2, у второго слайда томатный заголовок. У слайда 3, потому что ID-шник здесь стоит, заголовок зеленый. То есть мы здесь с вами сделали такую костыльную изоляцию стиля на ID-шниках. И на самом деле писать вот подобные слайды довольно-таки сложно. Просто если вы продублируете ваш слайд, очень легко потом потерять, что ID-шник повторился в большой презентации, ну, в общем-то, это не всегда удобно. Но пока это единственный способ. Вообще идея изоляции стиля для презентации пришла ко мне, когда я увидел атрибут Scope, когда-то в браузерах в Хроме была реализация атрибута Scope для тега Style. То есть вы могли положить внутри тега Style стили какие-то, добавить ему атрибут Scope, и тогда эти стили были бы видны только в пределах родителя, по-моему. Ну, что-то такое. В общем, это было такой частью веб-компонентов, метода изоляции и вот этого всего. И, в принципе, идея была хорошая, но я не знаю почему, но ее выпилили. То есть сейчас в браузерах поддержки этой штуки просто нет. Это была такая вот идея. Но она мне запомнилась, и я подумал, хм, наверняка есть другие способы изоляции стиля, которые можно подобным образом повторить. Да, и есть. Действительно, Shadow DOM — это такой, так сказать, грубо говоря, очень грубо говоря, и фрейм, который неожиданно создается в каком-то элементе, и как будто бы в него отдельный документ со своей областью видимости. И для стиля, и для скриптов, в общем, такой вот компонент, такая вот модульность. Давайте сначала разберемся с нашими кастомными тегами, той самой декларативности, про которую я вам говорил. То есть, смотрите, вместо div класс deck мне бы хотелось использовать, допустим, тег Shover deck. Обратите внимание на дефис в названии. Это обязательное условие для создания кастомных тегов, кастомных элементов, потому что иначе браузеру непонятно, это кастомный или встроенный в браузеры. Поэтому есть правило. В названии обязательно должен быть дефис. То есть, название должно быть двухчастным. Поэтому мы делаем не просто deck, а Shover deck. И так будет понятнее. И сюда тоже. Shover deck. Все, у нас появился кастомный элемент. Ну, смотрите, из-за того, что у нас исчез класс, у нас все стили поломались. Давайте откроем deck файл и попробуем написать что-нибудь типа Shover deck. Ух ты, заработало. То есть, мы только что придумали тег какой-то, описали его в HTML, описали его в CSS, и все классно работает. То есть, мы дали ему display block, box sizing, размеры, пазинг, ну, вот это вот все. Классно, здорово. И никакого JavaScript, ничего не нужно. Ну, на самом деле, этого мало. Кастомные элементы — это не просто тег с произвольным названием. Вы не просто его создаете. Иначе браузер может любой тег, который вы создадите, в принципе, переварить, описать и так далее. Даже в старых интернет-эксплорерах есть способ передать браузеру каким-то образом неизвестный тег. Но кастомные элементы — это больше. У них есть API. У них есть способ нести специальные атрибуты, создавать специальные события, экстендить существующие в браузерах элементы, наследовать от них все-все полезное и приятное, и чтобы вам не пришлось создавать все-все возможности конкретных элементов с нуля, чтобы они несли за собой какие-то встроенные браузерные возможности. То есть, мало написать тег, нужно его еще инициализировать. Давайте это сделаем. Давайте создадим файл deck.js. Мы в него пока ничего не напишем, но давайте его просто подключим. Берем и в конце пишем deck.js. Отлично. Теперь у нас в браузере есть файл deck.js, в котором будет происходить инициализация нашего веб-компонента. Идем в deck.js и пишем customElementsDefine и здесь пишем shoverDeck. Мы взяли сейчас и объявили браузеру, что у нас есть новый кастомный элемент, shoverDeck. Но этого мало, нужно еще ему всякие внутренности расписать. класс extents.html.element. Теперь у нас есть не просто кастомный элемент, а он экстендит все возможности, которые уже есть на корневом HTML элементе в браузере. Пишем его конструктор, который будет вызываться при вставке этого элемента. там пишем супер. Так надо, не спрашивайте. И здесь мы сейчас сделаем не просто кастомный элемент, а приделаем ему shadowDom. This attach shadow и mode open. Сохраняем. И все пропало. Подождите. У нас ведь только что был контент. У нас внутри нашего shoverDeck'а лежит какой-то контент, какие-то секшены, вот это вот все. А куда оно все делось? Интересно. Дело в том, что содержимое нашего кастомного тега это такой lightDom, так называемый. То есть у нас есть обычный дом, в который мы вставляем наш кастомный элемент. У нас есть shadowDom, который мы объявили внутри и сделали. А есть еще lightDom. Это содержимое нашего кастомного тега. Так вот, чтобы это содержимое вывелось, нужно кое-что сделать специально. Потому что по умолчанию мы не хотим, чтобы любой контент, который попадал в наш кастомный элемент, тут же брал и выводился внутри него, рендерился внутри. Мы должны захотеть это сделать. То есть мы должны писать конструкцию слот, которая возьмет этот lightDom и выведет его как содержимое нашего элемента. То есть у нас полный контроль за происходящим. Возвращаемся в наш deck.js и пишем const template равно document createElement template. И задаем содержимое этому темплейту. Это template innerHTML равно и парочку backtick'ов. И здесь пишем слот. Но этого мало. Нужно еще прицепить это содержимое к shadow root. this shadow root append child сюда template content clone node true. И теперь мы вернули наше содержимое. То есть мы берем и с помощью элемента слот вставляем в наш кастомный элемент содержимое lightDoma, которое приходит к нам изнутри элемента showeredec. Хорошо. Содержимое внутрь мы прокинули, показали. Теперь было бы неплохо избавиться от дублирования. Дело в том, что мы наверху пишем deck.css, а внизу deck.js. Было бы классно подключать только deck.js, а внутри него уже разруливать либо стиль и писать там же, либо подключать его внешним файлом. Ну, в общем, просто чтобы была единая точка подключения компонента. Давайте возьмем наш deck.css. Сходим в deck.js и подключим его здесь. Прекрасно. И все стили пропали. Фига. А почему не работает? А давайте-ка поразберемся. Дело в том, что у нас в deck.css написано showeredec, дисплейблок, бла-бла-бла. Ну, то есть мы берем и говорим все теги showeredec сделайтесь вот такими, как мы написали. Но дело в том, что у нас сейчас внутри нет ни одного тега showeredec. У нас есть только слот, куда прокидывается содержимое. То есть showeredec тег доступен только в обычном доме. Внутри нашего shadow дома и даже внутри нашего light дома ничего подобного нет. То есть нам нужно каким-то образом обратиться к нашему элементу. И в веб-компонентах есть такая возможность. Мы вместо showeredec напишем host. Это такой псевдоэлемент, который описывает наше родителя. Тот самый кастомный элемент, который мы вставили. Ну, хорошо. Мы сделали shadow deck, кастомный элемент, который берет в себя содержимое, выводит его, инициализируется каким-то образом, extendит HTML. Ну, классно. Ну, мы могли все это сделать и без него. Ну, то есть кастомные элементы мы могли бы не получить так же красиво. Но пока преимущества каких-то особенно не видно. Ну, кроме того, что мы получаем какой-то модуль в виде кастомного тега, подключаем джинскриптовый файл. В принципе, это современненько, удобно. Так все многие делают сейчас. Но используя другие технологии. А теперь пройдем глубже. Мы возьмем конкретные слайды и сделаем из них такие же кастомные элементы, тоже с shadow root, и там изоляция стилей очень нам поможет. Вернемся в документ. И там заменим все секшены, со всеми подробностями, на кастомные теги. Showered. Слайд. И аналогично сделаем везде. У нас все, конечно, испортилось, потому что стилей для элемента showered.slide у нас нет. Давайте откроем слайд.css и поправим это. Берем, добавляем showered.slide.sh2. И у нас теперь типа все работает. Ну, нормально, вроде бы даже неплохо. Только айдишники теперь не раскрашивают, потому что айдишников нет. Мы по-другому будем раскрашивать наши отдельные заголовки, когда доберемся до инициализации shadow дома. Вернемся в наш основной документ. Снова подключим файл, только теперь слайд.js. Ну и сначала, конечно, мы его создадим. Новый файл. Слайд.js. Прекрасно. Мы его подключаем. И внутри него создаем все то же самое. Раз. И мы получили наш кастомный элемент, инициализированный снова. Удаляем слайд.css из документа. И получаем снова потерянные стили. Ну, мы уже знаем, что с этим сделать. Слайд.css. Хост. Хост h2. Обновляем. И что-то здесь не так. Видите, стили для заголовков что-то не применились. Дело в том, что мы не можем просто взять и оформить то содержимое, которое пришло изнутри лайт дома. Мы должны к нему обратиться, как к содержимому, которое пришло из слота. То есть оно slotted. Только так, с помощью псевдоэлемента, мы можем каким-то образом к нему обратиться и оформить. Мы пишем вместо хост h2 slotted h2. Делаем такую обертку для нашего селектора. Раз. Два. Все. Теперь стили применились. То есть мы можем сказать, если к нам в наш кастомный элемент придут h2 заголовки, не просто будут в нем содержаться, как знаете, как h2, например, а именно придут туда, снаружи, тогда мы их оформим таким образом. Давайте проверим, как это отличается от тех элементов, которые уже содержатся. Идем в наш слайд. И прямо сюда, после содержимого слота, добавляем элемент h2. И пишем типа «Я местный, ребята». И в итоге у нас появился заголовок, который в нем содержится по нашей инициативе, по инициативе авторов элемента. А этот контент пришел снаружи. Идем и оформляем его. h2 color plum. Видите? Оформились только те h2, которые были созданы нами, встроены нами на уровне конструктора, на уровне нашего компонента. Те, которые пришли снаружи, не оформляются так же. Они оформляются через специальный псевдоэлемент slotted. Ладно, давайте уберем местных и вернемся к нашей изоляции стилей. Отсюда убрали. И отсюда убрали. Нам местные ребята не нужны. Когда мы уже начнем, наконец-то, делать то, зачем пришли изолировать стили в рамках одного слайда. Ладно, ладно, сейчас начнем. Это была длинная подготовительная работа, чтобы мы все с вами вспомнили или узнали, как веб-компоненты работают. Как Shadow DOM, Light DOM, вот это все. А сейчас, собственно, будем изолировать стили в рамках одного слайда. Вернемся в наш оригинальный документ и посмотрим. Смотрите, у нас здесь уже есть стили, но они опираются на айдишники, которые мы удалили чуть раньше. Давайте эти айдишники уберем. Отсюда и отсюда. Tomato, Lime Green, обновляем. И все заголовки стали Lime Green, даже самый первый. Дело в том, что это обычный CSS, и то, что описано позже, имеет приоритет над тем, что было написано раньше, и вообще распространяется на всю-всю-всю-всю вот эту историю. То, что мы засунули наши вот эти вот элементы в слот какой-то, то, что мы вывели его отдельно, не мешает всем этим ребятам действовать глобально и затрагивать все заголовки H2. Для этого нужно сделать дополнительные шаги. Как я вам уже говорил, был раньше атрибут scoped, но его не существует, на него опираться нельзя, он не кроссбраузерный, и вообще его нет, забыли. Поэтому будем делать что-нибудь другое. Тот элемент слот, который я показал вам раньше, он очень полезный. Он берет все содержимое нашего light дома, ну, того, что мы вставили в наш элемент кастомный, и выкидывает его туда. Это хорошо. Но контент можно поделить на отдельные части, и, допустим, вы вставили его в одном порядке, а вы берете эти части, переставляете местами и по-другому используете внутри вашего компонента. Это довольно удобно. То есть слоты гораздо интереснее, чем кажется. И для этого есть специальный атрибут slot. Его можно указать на HTML элементе, который вы вставляете в ваш кастомный элемент, и потом, опираясь на этот элемент, внутри вашего shadow дома, взять и эти элементы каким-то образом в другие части вставить. Берем и пишем слот стайлс здесь и здесь. И смотрим. Ничего не поменялось. Давайте посмотрим. Инспект. Идем внутрь нашего элемента и видим наше содержимое. H2, ла-ла-ла. Но это так называемый light дом. Это то, что мы в него вставили. Если посмотреть в shadow root, то там у нас есть слот, в котором только H2. То есть новый элемент со слотом стили у нас в наш слот не вошел. Его нужно вставить отдельно. Закрываем. И вставляем сюда новый слот. Слот. name styles. И ничего по-прежнему не меняется. Смотрите. Inspect. Showerslide. И теперь у нас есть тот самый слот и то самое его содержимое. Но по-прежнему ничего не происходит. Мало бы получить контент из слотов. Нужно еще взять и сделать его частью shadow root. Так уж работает изоляция, так уж работает контент, который вы прокинули снаружи. Он не начинает работать автоматически. Вы можете взять его и использовать, если он вам нужен, если вы это хотите. То есть контроль сохраняется и здесь. И давайте попробуем прокинуть наши стили в shadow root. const styles равно this shadow root. append child. Дальше query selector. Slot name styles. Дальше assigned nodes. И берем полученный стиль, который мы с вами взяли, и вставляем обратно в shadow root. this shadow root. append child. styles. И поскольку это коллекция, мы выберем этот элемент. Смотрите, у нас стили перестали работать. Давайте посмотрим на наш инспектор. Вот у нас содержимое третьего слайда. Прокрутим его сюда. его контент. И смотрите, здесь у нас только заголовок. Стилей-то здесь больше нет. Мы взяли и засунули наши стили сюда. Но они по-прежнему не работают. В чем же дело? Давайте вспомним. Чтобы описать заголовок h2, мы использовали slotted, специальную обертку для селектора, которая говорит о форме вставленной теги. Не те, которые были в нашем элементе, а вставленные. Поэтому давайте пойдем в наш индекс html и обернем наши теги в то же самое. Раз. Два. Смотрите. У нас h2 зеленого цвета только внутри этого элемента. Мы можем сделать то же самое с другим. h2 в скобочках в скобочках. Раз. Два. То есть мы пишем стили внутри нашего кастомного элемента, прокидываем его в shadow DOM, там забираем отсюда и кладем в shadow root, и тогда он начинает работать в рамках нашего слайда. В общем, вот такая вот эпопея для того, чтобы эти стили не вытекали наружу из элемента, не аффектили стили по умолчанию, не аффектили другие слайды и применялись только внутри того слайда, где они написаны. Какая у этого всего практическая польза, спросите вы? Пожалуй, что никакой. Вот прямо сейчас. То есть я сомневаюсь, что вы возьмете и начнете делать изоляцию стилей, которые вложены в другие элементы в рамках одного тега. Ну, то есть это очень узкая задача для того движка слайдов, который я пишу. Более того, даже прямо сейчас это все только прототип. Я еще буду продумывать эту систему на кастомных тегах, на кастомных элементах с Shadow DOM и со всем-со всем остальным для будущей версии шовер. Скорее всего, это будет 4.0. А сейчас еще 3.0 не вышло. В 3.0 будет много всего классного и интересного, и об этом я с вами еще здесь поговорю. И темы будут немножко обновлены, и всякое такое. Мы с вами еще покодим по шоверу нормально. Но в чем суть того, что я вам сейчас показал? Мне бы очень хотелось, чтобы вы знали, что в браузерах есть новые API под названием веб-компоненты, которые позволяют делать довольно интересные вещи. И то, что я показал прямо сейчас, это самая-самая маленькая часть. Можно этим кастомным элементам добавлять собственные атрибуты, можно подписываться на их изменения, можно очень много классных вещей делать, какую-то комбинаторику с помощью этих слотов. Ну, то есть, я показал самую-самую базу. Можно делать гораздо больше. И если вы видите какой-то юзкейс в этом для себя, пробуйте, экспериментируйте. Может быть, даже у вас хватает браузерной поддержки, чтобы выкатывать это использовать в продакшене. Ну, то есть, в Edge пока нет поддержки веб-компонентов, и в 18-м тоже нет, и я не знаю, когда он появится. Ну, вот именно вот важных частей веб-компонентов в виде кастомных элементов и Shadow DOM пока нет. Но ребята обещали, ребята работают, так что Microsoft вперед, мы в вас верим, а пока с этим можно поиграть. Пока, собственно, мы с вами и поиграли. Скажите, если вам понравился такой формат, я решил попробовать что-то новенькое, покоить какие-то совершенно космические и непонятные для сегодняшнего дня вещи, но которые встроены в браузеры. Может быть, это будет для вас полезно, может быть, абсолютно бесполезно. Расскажите, если было интересно. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что досмотрели. Продолжайте писать мне на HiPeoples.be.net ваши вопросы, сайты для разбора и просто идеи по развитию проекта. Я все письма читаю, на многие отвечаю, на остальные отвечу в ближайшее время, а так прямо сейчас. Лайк, дизлайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны, чтобы следующий выпуск точно не пропустить. И еще один нюанс. В описании я добавлю кое-какие свои контакты, чтобы вы могли поддержать меня, если вам нравится то, что я делаю. А так, увидимся через неделю. Пока.